МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Корректировка бюджета и награждение почётными грамотами города. Прошла очередная думская сессия. В России две беды. Что делать, если автомобиль пострадал за плохих дорог? Привет, Бэби Скиллз. Дворец детского творчества продолжает проект «Попров ориентации». Далее расскажем обо всём подробно. Депутаты приняли первую в этом году корректировку бюджета. Доходы увеличились на 385 миллионов рублей и расходы на 645 миллионов. Куда потратят деньги, на думской сессии, рассказали представители администрации. Бюджет города по доходам в этом году составит почти 5 миллиардов рублей. На прошедшем заседании Думы депутаты приняли первую корректировку этого года. Она предполагала увеличить доходы на 385 миллионов рублей в основном за счёт межбюджетных трансфертов. Расходы при этом выросли на 645 миллионов рублей. Основные расходы, которые предусматриваются в бюджете, это увеличение капитального ремонта общеобразовательных организаций на сумму 30 миллионов рублей. На ремонт автомобильных дорог предлагается направить 37 миллионов рублей. На софинансирование проектов вам решать 24 миллиона рублей. На благоустройство сквера за зданием администрации, проспект Мира-1, 31,5 миллиона рублей. На строительство участка газопровода высокого давления потратят 54 миллиона рублей. На строительство улицы Чапаева выделили 51 миллион и почти 300 миллионов на продолжение реконструкции очистных сооружений в рамках проекта «Оздоровление Волги». Настоящий проект прошёл экспертизу и согласован Министерством финансов Нижегородской области. И на проект получено положительное заключение контрольно-счётной палаты. Депутаты проголосовали за корректировку бюджета. Также на сессии обсудили инициативу председателя Думы наградить почётной грамотой Сарова заместитель директора ядерного центра депутата ЗАГС Собрания области Юрия Якимова. В 2020 году, когда начался ковид, по инициативе Якимова было открыто дополнительные два центра вакцинации для ветеранов города, пенсионеров города и почти полторы тысячи неработающих пенсионеров в этих центрах было вакцинировано. Была в инициативе организована доставка бесплатных лекарственных адресов, тоже считающие цифры, порядка полутора тысяч адресов была отмачена. Также Юрий Якимов организовал ряд благотворительных акций, в том числе по доставке гуманитарных грузов в зону СВО. Депутаты проголосовали за награждение Юрия Миновича почётной грамотой Сарова. В середине марта дорожные службы начали ямочный ремонт дорог. По словам начальника дорожного участка ДЭПа, ремонт обещали закончить в течение 10 дней. Сейчас конец марта, но качество асфальта на проезжей части видно невооружённым глазом. То здесь, то там зияют маленькие и большие ямы, а машинам приходится их объезжать, чтобы не повредить колёса и подвеску. В ГИБДД есть специальная структура, которая следит за работой дорожных служб. Нашей компетенцией относится к вопросу контроля за обслуживающими организациями, то есть непосредственно в нашем городе это является дорожное эксплуатационное предприятие. Соответственно, у нас есть такое направление, инспектор дорожного надзора. Соответственно, он занимается контролем за данными организациями, соответственно, принимает меры в данных ситуациях, если что-то такое происходит. Инспекторы дорожного надзора ежедневно проверяют состояние дорог, рассматривают обращения граждан. В случае, если ДЭП несвоевременно ремонтирует выбоины на дорогах, организация объявляет предостережение. По словам заместителя командира отдельного взвода ДПС Андрея Мартышкина, сейчас состояние дорожного асфальта оценивают как удовлетворительное. ДЭП уже занимается устранением данных выбоин. Соответственно, у них там асфальтный завод запустился на этой неделе. В принципе, я думаю, устранят в короткие сроки все недостатки, которые имеются. Если автомобиль попал в яму и получил повреждения, или если авария произошла из-за объезда асфальтовых выбоин, кто виноват – водитель или обслуживающая организация? В ГИБДД нам пояснили, что вину в этих случаях они не устанавливают. В вопросе разбирается инспекция дорожного надзора. В данном случае гражданин должен вызвать наряд ДПС. Соответственно, они должны выехать на место, замерить данную выбоину или дефект в дорожном полотне. Ну и, соответственно, уже в свою очередь гражданин должен добросовестно явиться в ГИБДД для оформления данного ДТП. Ну и, соответственно, уже потом предъявлять претензии организации обслуживающей, то есть дорожно-экспрессионному предприятию. Напомним, что в апреле с установлением теплой и сухой погоды ДЭП планирует фрезеровать ямы на дорогах и сделать более качественное асфальтовое покрытие. Гимназия номер 2 1 апреля проведет день открытых дверей, начало в 10 утра. Учителя и ученики расскажут, как устроена школа, о ее особенностях и возможностях для каждого из гимназистов. Ребята смогут принять участие в различных образовательных активностях для лиц старше 6 лет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Число ложных сообщений о минировании в Нижегородской области выросло в 6 раз в 2022 году, информирует региональное МВД. Сообщения нередко носили массовый характер. Все они отработаны, эвакуированы в общей сложности более 100 тысяч человек. Всего в прошлом году поступило 98 сообщений о якобы заложенном взрывном устройстве в школах и других учебных заведениях. В 130 торговых центрах и других общественных местах, 9 в жилых домах и 138 в других объектах. Напомним, в последние дни Нижегородской области охватили массовые сообщения о минировании учебных заведений. По всей области ежедневно эвакуируют колледжи, техникумы и вузы. Сервисы подмена номеров включат в список национальных угроз. Как правило, их используют для регистрации в соцсетях без необходимости подтверждения личности. В результате неизвестные публикуют запрещенный контент под чужим именем, а мошенники совершают обзвоны потенциальных жертв во вымогательство. По мнению специалистов, запрет аренды виртуальных номеров снизит количество мошеннических звонков и нежелательной рекламы. При этом полный запрет виртуальных сим-карт не планируется. Под ограничения попадут только ресурсы, предлагающие аренду номеров, которые позволяют обезличенно регистрироваться в интернет-сервисах. Привет, BabySkills! Дворец детского творчества и ядерный центр продолжают проект «ПрофТренд». В дани каникул в мир профессий востребованных. В Рфиа Цуньев погрузили учеников младших классов. Подробности далее. Кто такой конструктор? Чем занимается радиотехник? Зачем нужны физика и химия? Уже второй раз для учеников Центра образования Дворец детского творчества и Рфиа Цуньев проводят встречу в рамках профориентационного проекта «ПрофТренд». Год назад младшеклассников уже знакомили с миром профессий. В этом году решили рассказать о других направлениях. У нас в этом году четыре площадки – физика, химия, конструирование, радиотехника. Мы выбрали такие направления, которые востребованы в ядерном центре и которые могут быть интересны ребятам уже в начальных классах. Ведущие площадок постарались показать свой предмет не как сферу серьезных исследований, теории и формул. Специалисты, а среди них были в основном те, кто уже имел опыт проведения подобных встреч, раскрывали другую сторону науки, сторону чудес и необыкновенных открытий, совершить которые под силу каждому ребенку. Интересно было не только детям, но и сопровождающим их взрослым. В прошлом году наш класс участвовал в этом проекте. Очень детям все понравилось, интересные профессии. Дети узнали очень много нового и интересного. Детям в простой доступной форме все объясняют, им очень все нравится. На физике ребята изучали законы поверхностного натяжения, свойства жидкости. Дети проводили опыты с иголкой и выясняли, почему в одном случае она держится на воде, а в другом тонет. На станции конструирования те, кто постарше, учились использовать специальные лекалы и шестеренки и с их помощью создавать необычные узоры. А первоклассники делали ленту Мёбиуса. Ведущий станции специалист ядерного центра Дмитрий Дарьюшкин рассказывал, где в жизни применяют эту ленту. Большой интерес у детей вызвали радиотехника и химия. Мне больше всего понравилась химия. Там было очень интересно. Там мы проверяли, как найти крахмал. И мы там пускали таблетку, в которой была аскорбиновая кислота. И она забирала весь йод. И даже целая банка йода становилась как обычная вода. Мне понравилась радиотехника. Там мы изучали, какие бывают средства связи. Как раньше общались древние люди. Как начали общаться потом. Через почту. Там мы изучали. Еще у нас были рации. Мы по ним разговаривали. Мне больше всего понравилось, что мы там специально сделали. Ее красили. Там желтый и черный, там такой сиреневый. Еще мне понравилось с приемником. И мы его закапывали. В апреле в рамках проекта «Профтренд» пройдет атомный квест и день увлекательных наук на базе 2-й гимназии 3-го лицея. Воспитанники детской школы искусств номер 2 выступили на международном конкурсе фестиваля «Волга в сердце впадает мое». Саровчане стали лауреатами 1-й степени. Об успехах ребят рассказала их преподаватель Ирина Оськина. Успешный дебют. Впервые свое вокальное мастерство воспитанница Ирины Оськиной Татьяна Губина проверила на международном конкурсе фестиваля «Волга в сердце впадает мое». Выступали перед профессиональным жюри впервые в жизни и Алиса Косицына, Варвара Надысина и Ксения Туваева. Варвара стала лауреатом 3-й степени, а Алиса, Ксения и Татьяна взяли серебро вокального конкурса фестиваля. Было очень интересно посмотреть на их поведение, отношения. Это очень важно. Они друг на друга смотрели, они учились. Они учились на выступления тех ребят, которые уже имеют практику сценическую и конкурсную деятельность, которые уже имеют звание лауреата всероссийского и международного уровня. Это очень хорошее подспорье. Показали свое мастерство и опытные воспитанники Ирины Оськиной. Денис Савельев стал лауреатом 2-й степени в номинации «Эстрадное пение». Первое место присудили выпускницы отделения музыкальный фольклор Дарине Кальвет в номинации «Народное пение». Дарине также предложили поступить в учебное музыкальное заведение на вокал. Ансамбль «Горница» стал лауреатом 1-й степени в номинации «Ансамбли. Смешанный состав». Мне понравилось то, что ребята были едины. Это то, что необходимо для любого коллектива из нескольких человек. Вот одно целое. И в преддверии этого конкурса у нас были выступления воинской части, выступления перед зрителями саровчанами. Все это сподвигнуло к хорошему выступлению на конкурсе. На этом медальный дождь в душе едва не закончился. Воспитанники Сергея Бельдюгина, ансамбль «Задоринка» стали лауреатом 2-й степени. А солисткам Екатерины Чичаевой и Ольги Забродиной присудили первое и второе место конкурса. Темный и светлый, чистый, с натуральными добавками, на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». До 1 апреля там работает медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом, мягкий и тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягилей прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта, а донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа – до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Донник – 300-500. Это растение медоноса. Если взять вот этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектарой. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился, значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна акция – 3 килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за 1 тысячу рублей, 3 килограмма цветочно-липового меда за 1200 рублей, 3 килограмма гречишного за 1500, а 3 килограмма липового стоит всего 1800 рублей. Не пропустите, «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 30 марта по 1 апреля с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. «Медовая феерия»